всем привет сегодня я буду разбирать планировку дома дело в том что к нам много обращаются не только с квартирами но и с домами ведь много продается частных жилых домов люди их покупают и хотят быть уверенными в том что с домом все хорошо не только с точки зрения его качества внешнего вида но и с точки зрения удобства а это именно планировка и вот сегодня я разбираю дом общей площадью 400 квадратных метров которые находятся в городе екатеринбурге в жилом комплексе палник ну вот с таким запросом обратились и с такой просьбой посмотреть планировку будет ли нам удобно жить в доме 400 квадратных метров если интересно то пошли смотреть наш дом выглядит вот так этот стиль называется фахверк ну или это попытка закосить под него фахверк это когда вот такие палочки по фасаду идут изначально это каркасная технология строительства таких домиков очень много в германии например но нас интересует не внешний вид хотя к нему очень много вопросов нас сегодня интересует планировка а это 400 квадратных метров и три этажа 1 2 и 3 посмотрим все ли предусмотрели все ли рационально особенно интересно будет посмотреть не только тем кто приглядывается к домам но и тем у кого квартиры маленькой площади и кто страдает от их водки вместо сейчас вы убедитесь что 400 метров это не равно все влезет поехали начинаю с первого этажа поднимаемся по ступенькам и заходим в прихожую которая на секундочку 25 квадратных метров у некоторых между прочим такие гостиные а тут прихожая рядом с прихожей гардероб четыре квадратных метров у меня сразу два вопроса первый почему нет тамбура но все-таки дом находится в средней полосе россии на урале а тут знаете ли бывает до минус 30 а второй вопрос гардеробная почему блин гардероб 4 квадратных метров они больше прихожая 25 гардероб 4 я объясню какой это размером 4 квадратных метра это помещение 2 на 2 метра максимум вы расположите шкаф вдоль одной стены вдоль другой это 4 погонных метра хватит ли вам места для хранения вещей спрашиваю я отвечаю нет не хватит у меня в квартире столько места и не хватает у меня даже чуточку больше а что это значит а это значит что та одежда которая не влезет в этот гардероб вы будете вынуждены носить ее в какое-то другое помещение но например на третий этаж мансарды потому что он абсолютно бестолковый но об этом отдельно идем дальше есть санузел мы его просто видим 5 квадратных метров для санузла очень достойно для гостевого то ну чтобы поставить туалет с умывальником более чем достаточно мы видим что здесь есть гостиная 44 квадратных метра у некоторых квартира такого размера и кухня столовая 37 с половиной квадратных метров вроде бы место завались но что с этим местом сделать когда хочется телевизор камин ну и возможно еще что-нибудь там коктейльный столик например давайте посмотрим как это все можно поставить ну смотрите есть лестница на второй этаж вот она то есть к ней подход должен быть свободным это значит что мебель мы можем расположить где-то только вот в этой области мягкую мебель как мы ее можем расположить с учетом того что нам нужен камин и телевизор предположим что камин мы поставим вот здесь около камина же должны как-то кресло стоять а как вот так хорошо а как мы поставим остальную мебель диваны например да и более того нам же надо их поставить так чтобы телек куда-то разместить куда телек разместить ну например в угол и тогда диван встанет как-то вот вот как-то так 2 диван как-то так ребят но в общем тут надо сильно поломать голову чтобы расположить мебель почему так получается потому что изначально такая конфигурация помещения так расположены окна так расположены проемы и здесь нужно очень так хорошо подумать чтобы не только все влезло но чтобы было удобно и красиво вот видите 44 метра а как поставить непонятно хотя многие сейчас в комментариях наверное напишут но по крайней мере подумали точно вот ничего себе 44 метра чувак не может расположить мебель да чего тут принесу поставлю вот такие то и проектируют квартиры и вот такие дома качу типа потом поставить еще в 44 метра не поставите что легко а потом люди покупают и мучаются не знают как поставить чтобы было удобно и красиво кухня столовая 37 метров но здесь более-менее вроде бы все нормально то есть кухню можно в одной части разместить а обеденный стол в другой у меня вопрос столько много места и столько мало окон но чего бы их побольше то не сделать я понимаю что все завязано на фасад на внешний вид под вот эти фахверские фахвертовские палочки ну то есть чтобы не нарушить фасад мы не можем сделать окно пошире главное чтобы дом был красив блин но с точки зрения планировки и расположения мебели это же плохо вот я бы хотел чтобы у меня стоял вот здесь стол а напротив стола я бы хотел иметь окно чтобы принимая пищу я мог наслаждаться видом из окна окно уже не вырезать уже палочки на фасаде что с этим делать и как с этим жить я не знаю но расположить можно на первом этаже у нас остается котельная и гараж котельная шесть с половиной квадратных метров честно говоря я не очень уверен что этого объема будет достаточно на 400 квадратных метров нужно смотреть с ним какой объем котельный необходим и вот по выходу тоже вопрос вроде как газовщики требуют выход на улицу отдельный ну ладно бог с ним это опустим это уже так сказать нужно узнавать у специалистов гараж у меня вопрос почему один почему не два ну что здесь только один член семьи и одна машина нет ведь две будет скорее всего а куда второй гараж что-то придумывать и городить на территории почему сразу же нельзя было сделать два машины места и этого будет мало потому что помимо машин в гараже еще как правило хранятся лопаты какая-нибудь там техника ну кого-то квадроциклы даже есть знаете вы удивитесь есть какая-нибудь снега отбрасывающая техника есть газонокосилка куда это все поставить ну то есть гараж настолько мал что туда влезет одна машина и больше ничего колеса будете день в сарае хранить и еще в гараже не очень удобная вещь это вот эти ступени потому что сама машина встанет вот таким образом подходить к ступенькам будет не очень удобно гараж в котельную не очень удобно и с этим столкнуться люди когда купят этот дом и будут жить почему так получается потому что тот кто проектирует не думает об эргономике и об удобстве тех людей которые планируют купить этот дом если бы они думали об удобстве этих людей они бы разрисовали всю мебель всю технику и все двери как они будут открываться как где что будет расположено чтобы стало понятно что это удобно или нет но зачем говорят они много ж метров расставить и второй этаж поднимаясь по лестнице мы попадаем в холл который 18 квадратных метров над гостиной второй свет то есть нету потолка а первый и второй этаж представляют собой единое целое и это здорово потому что это много света много воздуха то есть ощущение простора это правда здорово но мы идем дальше второй свет рассматривать не будем рассмотрим комнаты которые находятся здесь на втором этаже и что мы видим мы две спальни по 18 метров одну спальню 37 метров практически однокомнатная квартира и ванную комнату 12 метров вроде бы все хорошо скажете вы большие комнаты большая ванная комната но а спальня так просто гигантская классно же давайте подумаем вот живет семья в этом доме двое детей и родители и вот настало утро и вам нужно собираться на работу вы идете в душ а он занят детишки тоже собираются в школу или в институт если у вас девочка то она может долго ванну принимать душ например краситься готовиться как-то там и вы вынуждены ждать ребята 400 метров 400 почему на втором этаже где спальне 1 ванная комната на 400 метров почему это же блин неудобно вообще неудобно я размущен в общем надо перепланировать второй этаж благо это свой частный дом поэтому придумать можно все что угодно и в спальне которая 37 квадратных метров нужно обязательно сделать свою ванную комнату желательно с окном даже не желательно почему желательно обязательно она должна быть с окном куда расположить гардеробную остается только лишь вопрос но я думаю что если хорошо подумать то местечко найдется а в изначальном виде конечно это ни в какие ворота не вписывается мнение ни в какие даже не уговаривайте не остается третий этаж ребята здесь на третьем этаже комната которая 103 квадратных метров написано игровая но возможно дети конечно туда будут какое-то время лазить и конечно там можно хранить игрушки а также одежду которая не влезла в гардеробе первом этаже но вы помните там у вас всего лишь коробочка предусмотрено которую не увеличить никак никак не увеличить со всех сторон капитальные стены извините так вот игровая комната можно ли ее как-то использовать не как игровую но например сделать спальню или поставить бильярдный стол или теннисный стол или гостевые спальни сделать или вообще туда родителям перебраться так сказать и сделать свою мастер-спальню и вообще свою территорию сделать можно все что угодно но у меня вопрос а действительно ли здесь 100 квадратных метров полезной площади но люди ведь как покупают 100 метров и начинают так 20 метров одна комната 20 другая остается 60 гуляем нет не остается у вас столько места объясняю почему это мансарда это фасад дома с крышей под которой это мансарда а эта схема как выглядит эта мансарда внутри видите человечек не может подойти к краю этой комнаты потому что здесь скос потолка а это значит полезная площадь этой комнаты резко уменьшается ну так примерно раза в два а то даже и больше то есть у вас остается узкая полоска которая идет вдоль всего мансардного этажа и которая разрезается несущими колоннами и лестнице с которой вы попадаете на этот самый мансардный этаж таким образом он практически становится бесполезным практически я не говорю бесполезным но практически и возможно то что вы себе планируете не факт что там получится ну по крайней мере те люди которые планировали вынуждены были от них отказаться потому что просто-напросто сюда ничего не влазит ну человек краю то подойти не может на корячках только может подползти ну то есть дети там как-то ползают играют ну да таким образом мы получаем 400 квадратных метров абсолютно бестолково спланированного дома я бы сказал дом такой в стиле а-ля конец девяностых начала двухтысячных когда значит дома строили так чтобы дом был похож на дом но главное дом кирпич все как полагается а вот то что внутри да неважно комнаты же большие там разберетесь как и что поставить можно ли с ним что-то сделать можно можно ли было сделать по-другому нужно было сделать по-другому но когда мы проектируем дома мы абсолютно по-другому подходим к проектированию дома вот это наглядный пример того как архитектор проектируют дом начиная с фасада главное чтобы фасад был красивый вот поэтому в кухне столовой мало окон и они маленькие все в угоду фасада вот поэтому окошечки в спальнях маленькие потому что все в угоду фасада когда мы проектируем и я вас призываю к этому проектируйте изнутри начинайте с и планировки думайте как вы будете перемещаться где у вас будет стоять какая мебель как вы будете пользоваться это же частный дом вы можете сделать все что угодно как угодно в любых масштабах в любых пропорциях вы можете любую мебель поставить вы можете даже стояки как угодно вам расположить но почти как угодно в общем на сегодня злой разбор частного дома закончен если есть вопросы пишите в комментариях если вы покупаете дом подыскиваете квартиру то обращайтесь за консультацией я помогу вам не купить кучу барахла с точки зрения планировки ставьте лайк подписывайтесь на мой канал да прибудет с вами муза